Полностью возместить ущерб жителям многоэтажного дома, сгоревшего в результате ДТП бензовоза, обещают руководители компании «Герюс». Об этом они заявили сегодня на специально созванной пресс-конференции. Оно началось с минуты молчания в память о погибшем водителе Александре Горюнове. По словам руководителей компании, бензовоз был технически исправен, а водитель прошел медицинский осмотр. Истинную причину аварии покажет результат судной экспертизы. Пока что компания в ближайшие дня обещает начать ремонт 42 сгоревших квартир. По трехсменному режиму работы строителей, поэтому мы обратимся, наверное, в Акимат. Громкость работ, соответственно, в ночное время она будет особой. Но я считаю, что в данной ситуации как-то надо пойти на эти жертвы, потому что если мы будем работать в обычном режиме, то это займет как минимум 2,5-3 месяца. Перед трагедией дочь пенсионера Индира Тимирбек была дома вместе с матерью. Весь ужас происходящего до сих пор стоит у нее перед глазами. Услышала какой-то звук очень сильный. Я была в дальней комнате, я прибежала, выглянула в окно, выбежала моя мама. Мы увидели, что вот этот вот бензовоз, вот эта бензовозка, она прямо вот перевернулась, разбилась, крутились, в общем, колеса. И вот этот парень, он пытался выбраться, но у него просто ноги ему прищемило, и он не мог никак выйти. Обитателям сгоревшей многоэтажки власти вчера во дворе дома соорудили палаточный городок. Но жильцы не остались там ночевать. Весь день сочувствующие алматинцы поддерживали пострадавших продуктами и теплыми вещами. Дольше помощь шла от властей. Обещанные оценщики ущерба квартир от пожара идти не спешили. Вот мы его ждем, чтобы он хотя бы разрешение дал и снял свою бумажку, что можно зайти в квартиру. Потому что весь подъезд и печатание этими бумагами печатают. Пенсионер Тимирбек Бурабаев, бывший юрист, решил не ждать помощи от властей и нанял независимого эксперта по оценке. Я сам вызвал независимого оценщика. Сотрудники Герлиуса придут, не придут, неизвестно. А если не возместят ущерб, подам на них в суд. Погибший водитель Александр Горюнов был водителем с 10-летним стажем. У него остались жена и двое малолетних дочек. Руководители компании «Гелю» заявили, что готовы оказать материальную помощь и устроить жену Горюнова на работу.